Добрый день дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшие немецкие колбаски. Кто никогда не готовил колбасу и боится начинать ее готовить, посмотрите обязательно два альбома, которые я оставлю под видео с ссылками, что готовят наши подписчики, какую замечательную и шикарную колбасу они готовят в домашних условиях. Все ингредиенты и температурный режим приготовления вы увидите на экране и под видео в описании. Для приготовления немецких колбасок нам нужна свинина средней жирности и также говядина. Свинина у меня шейная часть, для колбасы можно использовать любую мякоть свинины. На крупной решетке перекручиваем мясо дважды. Накрываю пленкой и убираю в холодильник, пока буду взвешивать и измерять все специи. Мясо должно быть холодным от 4 до 10-12 градусов. К специям я добавляю сухое молоко, свежий чеснок, несколько зубчиков в зависимости от размера. И также одну бутылку ледяного немецкого пива или любого другого. Перемешивать я буду миксером. Можно перемешивать вручную, но миксером это намного быстрее, не замерзают руки и через 3-4 минуты фарш становится уже липким. Перекладываю его в меньшую емкость фарш и отправляю в холодильник на 18-24 часа для созревания. Через 24 часа начинаем делать колбасу. Фарш я переложила в колбу пресса, также вы можете это делать на мясорубке. Трубочку для колбасы обязательно смажьте растительным маслом. Наполняем оболочку. У меня оболочка 38 миллиметров. Наполняем оболочку и формируем колбаски. Немецкие колбаски я обычно делаю 20-25 сантиметров, такие небольшие они. Уплотняйте хорошо фарш и завязывайте небольшими вот такими колбасками. Часть колбасы я буду готовить в духовке и вторую часть я буду в коптильной камере. У меня коптильная горячего копчения. Для духовки я обязательно ставлю температурный щуп, вставляю в колбаску, в центр. Температура сейчас фарша 4 градуса, а должно быть 71. Я ставлю максимально 71. От 69 до 71 градуса это норма. Решетку смазываем растительным маслом. Распределяем колбасу, закрываем духовку и готовим ее до готовности. Точно также в коптильной камере я развесила колбасу. У меня здесь еще и польская колбаска добавилась. Ссылку я ставлю, кто хочет приготовить еще польскую колбасу. Также ставлю щуп в колбасу. Когда колбаса будет готова, у меня коптильная издаст специальный сигнал. Я буду знать, что колбаса внутри уже полностью приготовилась. Первая колбаса у меня приготовилась в духовке. Посмотрите, какая она румяная и красивая получилась. В ледяную воду нужно обязательно ее опустить, чтобы остановить процесс приготовления. Это так положено по технологии. И хорошо просушите и развешивайте в кухне там, где вам удобно, чтобы она обязательно висела. Это вторая колбаса из коптильной камеры. Она тоже достигла нужной температуры. Весь температурный режим я напишу под видео в дополнительной информации. Обязательно читайте. Также нужно колбаску обсушить и я развешиваю. Вот так она у меня висит и сзади стоит вентилятор. Я его переставляю с одной и с другой стороны. Колбаса у меня провисела 24 часа. Можно ее побольше просушить. Она тогда будет еще более тверже. И давайте дегустировать то, что у нас получилось. Колбаса, конечно, очень ароматная. Аромат стоит на весь дом. Вот когда идет процесс сушки, посмотрите, как она режется. С учетом того, что она у меня в холодильнике не находилась ни одной минуты. Очень такая твердая. Мясо самое ароматное. Вкус невероятный. И вторая колбаса из коптильной камеры. Структура мяса такая же плотная. Очень вкусная также. Отличие только в том, что из коптильной камеры она имеет очень приятный запах копчения. А по структуре и по вкусу колбаса практически одинаковая. Готовьте так, как вам удобно. Какая у вас есть возможность. Если нет коптильни, готовьте в духовке. Это очень вкусно. Колбасу я вакуумирую для более длительного хранения. А остальную колбаску в бумаге или бумажном пакете храню в холодильнике. Хранится она у нас продолжительное время, пока полностью не закончится. Готовьте с удовольствием. Это очень вкусно.